Вот так вот, так вот шел, шел, шел я, шел и тут краешком зацепил сигнальчик, смотрите, лежит монеточка. Друзья, плюс к этому, я теперь еще имею и патент. Патент? Спросите вы? Да, отвечу я, смотрите. Было бы оно в золоте, цены бы ему не было, вернее была бы и хорошая. Ну что ж, давай, 27, 27, 27. Друзья, все мы знаем, что старинные вещи, монеты, награды, древние артефакты стоят очень дорого. Ну а заработать на продаже антиквариата можно с помощью аукциона Виолити. Здесь профессиональные эксперты помогут вам определить вашу находку. Удобная система поиска позволит узнать цену на нее. А большая клиентская база даст возможность продать по самой выгодной цене. Открывайте торги и зарабатывайте на этом деньги. Ссылки на аукцион и ютуб канал Виолити вы найдете в описании под этим видео. Рад приветствовать вас, друзья. Вы на канале в поисках золота и кладов. И сегодня мы с вами бороздим вот такие кукурузные просторы. Эх, приехали проверить местяк, а он с такой вот стерней. Ничего не шевелятся эти фермеры. Но, как всегда, мы не унываем, а идем к намеченной цели, к желанному ауреусу. Рим здесь, друзья. Не знаю, получится ли, что у нас здесь выхожено еще с осени. Ну, посмотрим. Не понравится, так спустимся к речке, походим по высохшему ручейку. Там тоже иногда проскакивает золотишко. Это-то мы точно уже знаем. Ну, что ж, друзья, вы смотрите, а я побежал. Копаем! И есть, друзья, мои первые монеточки. Итак, вот так вот шел-шел-шел я шел и тут краешком зацепил сигнальчик. Смотрите, лежит монеточка. А что за монеточка? Так, на ваших глазах. СССР, друзья! Что это у нас? 20 копеек? Ну, конечно. Мы с вами уже прошарены. И по гербу, и по размерчику сразу понимаем. Итак, друзья, 20 копеек печального 1937 года. На этом съезде делегаты позволили себе проголосовать против Сталина за Кирова. После съезда две трети делегатов будут расстреляны. А сейчас они голосуют за. Убийство Кирова партия использовала для новых судебных процессов, а потом и для бессудных расправ. Вот такая вот монета. Не за ней, конечно, я сюда приехал, но выбрасывать тоже не стану. Заберу домой. Брошу в коробку вот с такими вот советами. А потом, возможно, и загоню. Отлично! Вот такая суперская погодка. Солнышко. Эх! Минимальный ветерок. В общем, просто суперская погода для копа. И, друзья, плюс к этому я теперь еще имею и патент. Патент? Спросите вы. Да! Отвечу я. Смотрите. Как вам, друзья, находка? Не знаю, что это. Что-то обломано. Но на этом обломе вот такая надпись. Как по мне, патент. Латинскими буквами. Не знаю, что это, но патент у меня уже есть. Отлично! Раз есть патент, можно продолжать. Неудобняк полнейший, друзья. Ходить, ну, вообще нереально. Но! Выхаживаем и находим. Монеточка. Монетка номер два. Что это у нас? Снова советы. Сейчас посмотрим. Итак. О! Так это ранние советы. Герб соответствующий. И это две копейки, друзья. Ну что ж, как всегда, как всегда, надежда на 27-й, который стоит каких-то там две штуки баксов. И, как всегда, невдачка спиткала. 1931 год. КОНЕЦ 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 Столица нашей родины, Москва, стало местом встречи посланцев, людей доброй воли более ста государств. Представители всех континентов планеты, прибывших на Всемирный конгресс за всеобщее разоружение и мир, с открытым сердцем приветствовали гостеприимные москвичи. На величайший конгресс народов собрались люди самых различных политических взглядов и убеждений. Выражая волю миллионов, делегаты Конгресса обсудят самый неотложный вопрос современности. Как предотвратить угрозу войны, уберечь народы от термоядерной катастрофы, упрочить на земле всеобщий мир? 5 копеек 1962 года. Ну что ж, выбрасывать не стану. Заберем домой и бросим в шмурдячок. Пятачок. Вот, друзья, увидел землю тут на этой кукурузе разбросанную. Думаю, а сейчас приду, как засниму для вас сюжет о том, какие бывают свинорылы. Ямы не позакапывали. Но нет, друзья, смотрите, вон выход на той стороне. Какое-то логово зверя. Такую я мину вырыла. Где-то метр на метр, наверное. Вот там вот выход. Или вход, не знаю. Что-то крупное. Есть, друзья, еще одна монеточка. Четвертая уже на сегодня. И снова, снова советы. Ну, не везет мне что-то сегодня на Рим. Но, по-моему, хорошенькая монеточка. Снова 2 копейки и снова надежда на Рарик. И так вот она лежит, друзья. Вот. Достал из вот этой вот ямки. Так, не очень глубоко. Сантиметров... Сантиметров 15. Ну, вот. Две копеечки. Смотрим годок. Так. Ой. Выпало. Так. Для начала вот я люблю герб посмотреть. Если ранний, то ох, сердце бьется. Немножечко быстрее. Итак. Друзья, ранний. Герб ранний. Ну, что ж. Ну, что ж. Давай. 27-й. 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 31-й, друзья. Ну, как же так. Ну, как же так. Второй подряд двундель. И снова 31-й. Этот, конечно, сохранчик получше. Хорошенький сохранчик. Бодренький. Вот. Колоски все просматриваются. И тут поле блестит. Но год не раритетный. Разве что, какая-нибудь, может, перепуточка. И очередная находочка. Смотрите, ложка как блеснула, друзья. Подумал, все, серебро. Смотрите как. Но нет. Лишь посеребрение. Вот такая ложка. Такой черпак немаленький. Был бы серебряный, завесил бы, наверное, граммов на 20. И снова находочка. Вот из этой ямки копнул я только что колечко. Бывшее в употреблении. Такое кольцо. Был камень когда-то здесь. Или стекло. Выпал. Ну и сломалось колечко. В общем, такой обломыш. Но за неимением отличнейших находок решил я вам и его показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустился, друзья, к речушке. Тут у нас такой выпас. Тоже немножечко керамички проскакивает. Выбито, наверное, все абсолютно. Но из глубины копнул монетку. Еще не смотрел что. Как всегда смотрим вместе. Вот она выпала. О, друзья! Ху-ху-ху-ху-ху-ху! Так это уже интересней. Это уже не советы. Империя, но российская. Так, спрячусь от ветра. Копейка. Да? Это у нас копейка по-моему Александровская. Александровская. Вот такая вот медная немаленькая монетка. Я вот, друзья, если честно, вот эти вот монетки, именно вот такие копеечки, мне нравится в них пробивать вот сверху отверстие, цеплять на брелки и дарить друзьям, если они в хорошем сохранчике. Это у нас ну, неплохая. Неплохая. Сейчас протру и посмотрим с вами какого года. Восьмисотые. Ну, вот, друзья, копеечка у нас 1819 года. Нормально. Как раз четко 200 лет монете. 200 лет. 200 лет она меня ждала. Вот такая подубитая, конечно, но все же приятная находочка. Эх, копеечка, копейка. Друзья, попалась копеечка 1981 года. Моя ровесница. Вот такая вот залипшая. Чистить я ее не буду. Вот такой вот монитосик. 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 если б не 81 то и не показывал бы копаемся друзья дальше и надеемся на лучшее вернулся друзья на эту проклятую кукурузу лажу тут между теми старчаками сигналов мало но есть и есть снова монетка и опять опять не рим сдается мне друзья снова совет вот лежит выкопал только что похоже на три копейки что это такое ну да ранние советы ну вот такая монеточка 3 копейки 1926 года пиво эль интернационализма пролетарио здравствуй пролетарский интернационал патрия о муэрте родина или смерть сохранщик бодренький но не суперский вот такая вот монетка уже будем закругляться друзья солнце садится ничего толкового не попалось ну что ж друзья наше короткое 10 минутное видео подходит к концу а для меня пролетел целый день и хочу вам показать все свои находочки которые я сегодня накопал смотрите как не печально но рим сегодня нам не попался всего лишь одна империя остальное советы 20 копеек 5 3 2 двушечки и три вот таких вот копендоса поздних копендоса ну если по количеству друзья то 9 монет не битое место но если по качеству так конечно же хотелось бы лучшего ну а более интересные находки я думаю ждут нас в следующем выезде поедем мы друзья на русь на русь киевскую люблю это дело люблю и как бы специализируюсь поэтому друзья посмотрим что мы накопаем там а пока ставьте лайки закапывайте ямки и обязательно подписывайтесь на мой канал с вами был как всегда ваш друг и соратник кладоискатель анархотурист до новых встреч друзья пока субтитры сделал DimaTorzok